Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 8 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России составило 1175 человек в 56 регионах страны. Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 составляет 8672 человека. Выздоровели 580 человек. Умерли 63 человека. Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции уже в мае. Клинические исследования на людях могут начаться после короткого эксперимента на мышах, если позволит Минздрав. Ситуация в других странах. В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1700 человек за сутки. Предыдущий рекорд был установлен 4 апреля, когда от вируса скончались 1344 человека. Всего в стране насчитывается более 12700 умерших после заражения коронавирусом. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлицеа, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлице предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Продолжение следует...